Леонид Михайлович, хотела вот с чего начать. Сегодня Зеленского очень много упрекают в том, что он работает с командой молодых людей и не профессионалов. Что это там бывшие свадебные фотографы, они ни черта не умеют делать, они ничего не обучены, у них плохое образование, они непрофильные и так далее. Но когда-то мы тоже в свое время привели молодых людей, которые до этого никогда не работали в управлении. И это тогда называлась молодая команда Шерновецкого. Как вы считаете, это был правильный шаг и правильно ли сделал Зеленский, что привел людей... Смотрите, единственный правильный шанс для любого президента, я буду об этом, я сейчас историю Украины отражаю в своих роликах, единственный правильный шанс для людей, которые никогда не управляли государством, я тоже на себя это примеривала, вы наверняка примеривали и все таксисты и парикмахеры примеривали. У меня даже была идея создать рубрику, что бы я сделал, если бы я был президентом. Ну, прежде всего, я вам хочу сказать, что никакая команда ничего не решит, потому что нет опыта, как это делается. Для того, чтобы страна управлялась правильно, необходимо взять за образец любую другую страну, попросить их о том, чтобы через Совет Европы, чтобы они прислали своих менеджеров. Я даже в своей компании бизнесовой приглашал людей, которые вышли на пенсию и имеют очень высокий авторитет в каком-то... Ну, например, я хотел делать СТО. Приезжал очень приятный англичанин, он знал это досконально, он поднял на это миллионы долларов, и он запросто поставил мне эту систему. Никакая команда не знает, что делать с государством. Он ничего в этом не понимает, и я ничего в этом не понимаю, и нет человека в стране, кто в этом понимает. И он прекрасно знает, и вы прекрасно знаете, и все прекрасно знают, кроме тех, кто ничего не знает и ничего не смотрит, когда только пиво пьет на диване, что для этого приглашаются специалисты. Вот была Чили. Обычная латиноамериканская задрыбанная страна. Ну, пусть меня Бог простит, не задрыбанная. Такая себе, средненькая, да? Ничего особенного. Пиночет, конечно, не прав, расстрелял там демократов с революциями, но он взял молодых ребят, пригласил с биржи. Прямо то ли с Нью-Йоркской, то ли из другого города. Пригласил управлять государством. Их называли чикагские мальчики. А, вот, да, из Чикага. Да. И они меняли экономику Чили номер один в Латинской Америке. Они вставляли даже Бразилию. То есть, никакой проблемы нет. Я простые вещи говорю. Для того, чтобы страна состоялась, надо разделить власть. Есть исполнительная власть, есть законодательная и судебная. Вот и все. То есть, если сегодня президент назначает премьер-министра, да, и у него никаких полномочий нет, и он все время боится, что его выгонят, он ничего хорошего для страны не сделал. К тому же, он никто. Я вообще не знаю такого человека. Он никогда ничем не управлял. Ну, даже если он был гениальный, для того, чтобы... Вот как я делал бизнес. Вот для того, чтобы мой бизнес процветал, я брал себе два-три условных конкурента. Вот я, например, выбираю себе страну. Ну, на какую бы вы хотели быть похожими? Вот если бы вы были президентом. Ну, есть бы много прекрасных стран. Ну, например. Но мне очень нравится Австралия. Австралия, окей. Австралия, похоже, Канада. Берем Австралия, Канада. Кто там был еще у англичан? Япония замечательная страна. Да, Япония. И берем и мониторим, что они делают. Поднимаем сначала... Конституция у нас великолепная, она просто не соблюдается. Поднимаем их законодательство и смотрим, как они это делают. Но, конечно, делать это должны люди, которые понимают, где деньги лежат. Но звучит это очень обидно. Получается, что мы за такую длинную историю, за 30 лет независимости, у нас так и не появились люди, которые что-то понимают в экономике, в государственном управлении. Но я не занимался государственным управлением. Что я могу сказать? Я бы так поступил. И все. И не надо. И занимайся политикой, себя восхваливай, нагибай каналы, телеканалы. Не надо никого нагибать. Сиди себе и занимайся государственными делами и разговаривай. Пусть тебя учат мальчики из Чикаго, как управлять бюджетом и чтобы они воровали деньги. Продолжение следует.